Муравленко посетил архиепископ Салихарский, но уренгойский Николай, владыка возглавил богослужение и обратился к прихожанам. Пожарные почтили память сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга. Серебряные призеры команда «Серварк» заняла второе место в детском турнире по хоккею с шайбой. Жители города и трудовые коллективы отмечены заслуженными наградами. Дипломом Департамента занятости населения в номинации «Лучший работодатель по временному трудоустройству несовершеннолетних» награжден коллектив многофункционального клуба молодежных инициатив. За многолетний добросовестный труд и в связи с российской печати почётной грамоты администрации награждена Вера Крошка. Благодарственным адресом отмечены Рустам Рустам Ли, Гульсина Зарипова, Татьяна Ларина, Эльвира Мельникова, Галина Таранушенко. Дипломами за победу в конкурсе «Победим коррупцию вместе» награждены Ирина Одеяненко, Дмитрий Морозов, Людмила Голошева, Арман Антибеков, Анастасия Кудряшова. Пожарные «Муравленко» почтили память своих сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня у памятного мемориала состоялся траурный митинг. Майор внутренней службы Александр Шелудков и сержант Сергей Мукалин погибли 32 года назад, 16 января, во время ликвидации крупного пожара на нефтепроводе Суторминского месторождения. Фонтан горящей нефти обрушился на пожарных в тот момент, когда они пытались вывести из опасной зоны нефтяников. Ценой своей жизни им удалось спасти людей. Герои награждены орденами «Красные звезды» посмертно. Ежегодно память о них чтут огнеборцы и близкие родственники, вспоминают их подвиг и возлагают цветы у памятного знака. В «Муравленко» состоялось открытие окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников. На торжественном мероприятии отметили участников интеллектуальных состязаний и их родителей. Им вручили благодарственные письма за вклад в развитие детей. В адрес олимпийцев прозвучали тёплые слова. Всероссийская олимпиада школьников – это возможность показать не только свои интеллектуальные способности, может быть, где-то пересилить себя или общение в группу таких же друзей интеллектуально одарённых, но и возможность открыть двери самых престижных музов нашей страны. Олимпиада стартовала с испытаний по мировой художественной культуре. В этом году школьники города выполнят задания по 17 различным предметам. Муравленко посетил архиепископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. В Храме Преображения Господня он возглавил божественную литургию. Приезд Владыки в Муравленко – радость для прихожан и духовенства храма. Рождество уже прошло, вскоре православные будут встречать праздник Богоявления. Протяжённость дней от Рождества Христова до Крещения Господня называется святками. В эти дни люди радуются, проявляют особую заботу о ближних, усердно молятся, творят дела милости. Сегодня служба особенная. Она у нас посвящена памяти обрезания Господня. В восьмой день по обычаю обрезывался младенец еврейского народа. Ему нарекали имя, давали имя. Ему было дано имя Иисус, определённый ещё до его рождения, ангел. И поэтому мы знаем о том, что этот день называется ещё Старый Новый Год. Почему? Лето исчисления нового времени от Рождества Христова начинается с 1 января. А 1 января по старому стилю – это сегодня как раз день обрезания. У православных продолжаются особые радостные дни – святки. Это время от Рождества и до Крещения. В честь праздника на главной сцене города с успехом прошёл большой концерт. День Рождества Христова дарит нам самые светлые чувства, обращая к духовным истокам и традициям на протяжении двух тысяч лет. Концерт напомнил зрителям о высоких нравственных ценностях и искренне вере в хорошее. А, гражданочка, извините, вы Снегирёва? Да. Ало, Эм? Любовь Михайловна. А адрес строителей, дом 5, квартира 19? Именно так. Ну, танцуйте, вам письмо. Мне письмо? В центре повествования работники почтового отделения, которые превратились в ангелов и доставляют адресатам важные долгожданные вести. Расскажите, ангелы, расскажите, белые, отчего и почему всё не так я делаю. В этот раз мы рассказывали историю про сотрудников почты, ассоциируя её как раз-таки с той иерархией ангельского мира, которая происходит, и про то, что людям важно доставлять добрые, правильные вести, и что все благие вести мы получаем как раз-таки через ангелов. И очень важно рассказывать об этом в такие светлые, хорошие праздники. Светлый рождественский концерт подарил массу тёплых эмоций и праздничное настроение. Зрители бурными аплодисментами встречали исполнителей. Очень всё понравилось, такое удушевлённое состояние, такое очень приятное, с праздничком всех прошедшими, наступившими, так сказать. Спасибо большое, нам очень всё понравилось. Отлично, просто это было так ярко, впечатлительно, вообще отлично, мне очень понравилось. Татьяна Максимова, Антон Иванов, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Юные хоккеисты Муравленко, Ноябрьска и Губкинска воскрестили клюшки на льду авангарда. Здесь при поддержке компании «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» состоялся межгородской турнир среди детских команд. Юные ямальские хоккеисты открыли игровой сезон 2023 года. Первыми на лёд вышла команда «Муравленко» и спортсмены из Губкинского. С самого начала игра сложилась наиболее удачным образом для хозяев состязаний. На четвёртой минуте первого периода «Муравленковский серварк» оформил шайбу в ворота «Метеора» из Губкинского. Итоговый счёт в пользу команды «Муравленко» – 9-1. Четыре шайбы из девяти в ходе матча забил Арсений Гриценко. Со скоростями всё хорошо у меня, с контрольной шайбой у меня всё хорошо. Лидером по количеству голевых передач признан «Муравленковский игрок» Леон Сафронов. Сложность у нас не было, но мы все силы ему дали. Вторая игра стала невероятной по количеству забитых шайб. «Ноябрьский авангард» оформил в ворота противника команды «Метеор» 16 голов. На зрительских трибунах многолюдно. Здесь не только любители и фанаты хоккея, а также родные спортсменов. Мой ребёнок пришёл в 2020 году. У нас как раз открылась секция, ему было 5 лет. Привела бабушка в школе, так как открылся корт, у нас своего ледового нет, а есть холодный лёд. Да, и вот мы в этих условиях занимаемся с 2020 года. Ездим по нашим городам Ямала. Мы пришли болеть за своих. У нас команда «Сэр Варк», «Муравленко». У меня здесь играет сын под 77 номером. Вот, желаем им победы и удачи. В решающем матче на льду встретились «Ноябрьский авангард» и «Сэр Варк» из «Муравленко». Буквально с первых минут ноября они перехватили инициативу и забили 6 шайб в наши ворота. Муравленковцам удалось ответить лишь одной. Финальный счёт встречи 6-1 в пользу команды «Ноябрьска». Как выяснилось позже, эта сборная оказалась секретом. Ворота ноября на протяжении двух игр защищала Александра Фейгина. Просто мой брат младший пошёл сначала первый на хоккей. Я посмотрела, маме попросила, можно я пойду на хоккей. И мама разрешила. Я хотела, чтобы мы заняли первое место и я хорошо отстояла. Команда «Муравленко» в этот раз заняла второе место, а третье у «Метеора» из Губкинского. Я считаю, что ребята могут намного лучше. Мы после новогодних каникул, у ребят было ещё не так много тренировок, форма, конечно, чуть-чуть подсела. Но по самоотдаче боролись. Думаю, нагоним ещё то, что не получается, сделаем. Всем спортсменам были вручены медали и памятные подарки от компании «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». От имени главы города «Муравленко» Елены Викторовны Молдаван, наше предприятие «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз», которое традиционно поддерживает этот вид спорта. Также я хочу поблагодарить тренерский состав, руководители этого замечательного учреждения, которые создавали нам уют, тепло и организовывали это замечательное мероприятие. Конечно, я хочу поблагодарить искренних родителей, особенно гостей, которые приехали из других городов. Сейчас ямальские хоккеисты готовятся к первому этапу всероссийских соревнований. Они пройдут уже в начале февраля в Новом Уренгое. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Ещё больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова